Аль-Хакам. Судья, решающий. Поистине Аллах Аль-Хакам. И ему принадлежит суд и за ним решение. Дорогие друзья, это 28 урок из серии «Имена Аллаха». В этой серии уроков мы с вами ставим перед собой цель выучить имена Всевышнего, записать их своей рукой и параллельно для тех, кто еще не умеет читать-писать по-арабски, научиться читать-писать по-арабски из практики, не из теории, а из практики. То есть, если это ваш первый урок, вы просто берете тетрадку-ручку и начинаете писать вместе со мной, повторяя за мной. И постепенно, у нас уже 28 уроков, за 28 уроков вы научитесь практически писать. После этого, если вы даже взглянете в алфавит, то вы уже не будете смотреть на эти буквы как нечто чуждое, а вы будете видеть каждую буковку, поскольку вы уже ее писали в тексте. Поэтому, пожалуйста, все, кто откладывал изучение арабского языка в долгий ящик годами, все, кто боялся начать, это ваш день, ваш день пришел, поставьте свои дела на паузу и 5 минут пишем вместе. У нас сегодня имя Аль-Хакам, и мы начинаем с Альф, это буква А, это буква Лем, Аль, Аль, это еще не слово, это как бы приставочка или префикс, или артикль, артикль Аль, указывающий на определенность. И после этого у нас пойдет само слово Хакам, Хакам. Написали Аль, да, теперь пишем Ха, Ха. Ха, это Ха, это просто Ха. Сейчас нужно написать А, и А у нас будет здесь, Ха. Посмотрите, то есть у нас получилось буква-сочетание, слог. Ха, А, Ха, Ха. Звук Ха, он не похож на русский Х, то есть русский Х, он более хрипящий, да? А это звук Ха, воздушный, мягкий. Как будто Ха с мягким знаком Ха, 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 Ха. Хабиби, Мухаммад, Ха, Аль-Хамду-Ли-Ля, это все Ха, чисто арабский звук. Ха, Ха, Ка, М, Ка. Нам нужно написать второй слог КА. Это К, и сюда еще А, да? Это А, и это А. Ха, Ка, Ха, Ка, М. М, в конце слова. Ну, му читаться не будет, будет читаться как м. Если было бы продолжение слова, то мы бы услышали вот этот гласный звук. Итак, мы с вами увидели, как буковки соединяются в слово. Согласные идут по строчке, гласные уходят либо над строчку, либо под строчку. И сейчас мы каждую буковку пропишем так, как она выглядит в свободной алфавитной форме. Это алиф, это буква лям с хвостиком. Буква ха воздушная в алфавите, она тоже будет вот с таким хвостом. Ха. Буква кеф в алфавите выглядит вот так. Кеф. Посмотрите, как красиво. Это ее составная часть, это не какой-то дополнительный значок, это часть самой буквы. Это буква кеф. Буква мим в алфавите выглядит вот так. Хвост побольше. И сейчас, пожалуйста, пропишите имя Аль-Хакам несколько раз в тетрадке. После этого несколько раз пропишите вот эти буковки. И в следующем уроке, в следующий раз вы уже начнете эти буквы узнавать. И так постепенно у вас накопится опыт визуальный, графический. И после этого вы самостоятельно почувствуете, как соединяются буквы в слова. То есть задача наша просто почувствовать практически не из теории, а из практики, как соединяются буквы вот в эту самую причудливую арабскую вязь. Я надеюсь, что написав имя Всевышнего собственной рукой, вы почувствовали некоторое внутреннее удовлетворение, удовольствие от самого процесса. Это очень важно в нашем деле, потому что если мы с удовольствием что-то делаем, то наше подсознание раскрывается к этим знаниям и с легкостью усваивает предмет. Много заниматься не нужно, занимайтесь по 7-10 минут в день, чтобы дать своему мозгу возможность привыкнуть к необычной графике, к необычной задаче. Мы с вами наращиваем новые нейронные связи, которые до этого никогда не были задействованы. Вы видите, всё идёт в обратном направлении, система совершенно другая, поэтому перегружать свой мозг не нужно. Войдите в язык мягко, легко. И в день вы можете смотреть по одному видео из этой серии, писать несколько раз слова, и на следующий день, желательно в то же самое время, снова писать слова из следующего видео. Аль-Хакам Аль-Хакам Наивысший судья Судья, все постановления которого абсолютно справедливы, а решения всегда имеют полную силу. Тот, кто осознал, что Всевышний это Аль-Хакам, понимает, что не может быть никаких светских законов, поскольку источник всякого закона имеет основание в высшем источнике. В противном случае этот закон является ни на чём не основанным, как мы видим в современном обществе. Когда законодательства, законы отделяются полностью от их высшего источника, то понятие справедливости теряется полностью, мир сваливается в пучину полного беззакония, полной безнаказанности и произвола. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok